приветствую вас дорогие зрители микрофона григорий продолжаем играть в игру skyrim и мы двигаемся в сторону блик полс беру чтобы найти золотую лапу которую здесь охраняют так понимаю бандиты и мы дошли вот до этой башни но я не пойму куда дальше идти то ли то ли через башню надо пройти что нет я сомневаюсь что через башню потому что вроде там больше проходов нету особо и пока ничего не заметил здесь нет да и здесь одна пропасть еще раз проверю просто да тут уже совершенно не то и поэтому так думаю что проход будет где-то она вот он наверное в сторону на север сейчас так что у нас там из-за оружия колдовство я бы какая-то красота вниз куда-то проход того big falls беру дисковые по-моему то что я вел издалека кстати вот это вот думал какой-то дворец или что-то там во второй серии по моему да лично давайте наверно охотничий лук возьмем так и вприсеть пойдем наверно большую часть да конечно а сферы как у властелине колец красивая очень графика даже несмотря на то что я можешь сказать середине шестнадцатого года не играю так то эти кто-то был господи боже мой что ж мы друзья давайте вот так что лоюем как старые добрые что мне подождите что здесь можно сделать ладно с Слушай, ну как же он меня достает, с такого расстояния. Так, как мне укрыться от стрел с помощью щита. Так, как мне укрыться от стрел с помощью щита. Так, как мне укрыться от стрел с помощью щита. Да, пускай прокачиваются навыки. Так, L. 8 золотых, ничего больше нового. Стрелы. Мне кажется, я как-то очень быстро здесь уже получил металлическую броню. Может быть здесь это не самое крутое, что может быть для меня. Я имею ввиду в плане защиты и прочего. Но тем не менее, мне кажется как-то мало я поиграл с всякими этими кожаными доспехами уже. Так, мне надо наверно наверх, да? Как понимаю. Ага, точно, смотрите. Открыть. Открыть. А, все-таки это храм. Black Falls Temple. Ну, я думаю здесь будет много чего интересного. Так. Это старый, видно разрушенный храм. Ага, вижу. Вижу уже контакт. Вряд ли, конечно, я. Вряд ли, конечно, это добрые люди там стоят. Даст мне, конечно, подкрасться к ним. Хвост скивера. Бандит. Золото. Так, что это у нас такое? Стальной меч. Так. Сник. Отлично, да. А я. Уже, действительно. Неплохо учился. Скрытности. Но меня беспокоят вот эти двое. Так. Мне что там заклинание читают, что ли? В любом случае мужик наверняка опаснее, чем женщина. Поэтому я попробую его сначала. Да что такое-то? Так, отлично. Ну, хоть так, друзья. Я хочу сказать, что давайте-ка попробуем здесь магией уже поработать. Спаркс. Да. Ну, неплохо. Значит, просто бандиты. Я думал-то они на каких-то заклинаний произносят, но оказалось, что всего лишь навсего кучка бандюков. Так, а что у них тут есть? Первым делом давайте их всех обкраду, а потом уже буду думать. Дальше. О, у них есть, кстати, запертый сундук. Это, это хорошо. Так, вот тут где-то, да? Ага. Золото, отмычки. Ну, здорово, здорово. Есть какой-то даже, есть какой-то даже свиток книжки. Скроллс. А, вот скроллс. А, значит, скролл гармонии, если я его применю, то, соответственно, я как бы предотвращу драку людей, там, изверей до 12 уровня на 60 секунд, да? То есть они все станут спокойными. Ну ладно. Дорогая игрушка, может быть даже я, не знаю как, удобно неудобно применять эти скроллы. Так, через сети лезть приходится. Ну что ж, охотничий лук мне в помощь. Не знаю, насколько хорошо полетят стрелы. А, это вообще не... Слушайте, я думал это человек стоит. Ладно. А это урна, оказывается, золото, везде. Смотрите, вот мир, мир какой прекрасный, в котором... А, это похоронная урна, да. Какой прекрасный мир, в котором везде золото лежит. Так, где-то жуткие корни тут, везде. Все поросло жутчайшими корнями. Так, то есть там подстоял, что мне показалось. Тайники, вот, найти какие-нибудь интересные было бы. Ну что ж, продолжим движение. Почему здесь все время трупы вот этих скиверов валяются постоянно. Так, что они сюда так далеко залазили, что ли? Их притаскивали и там... Что это такое? Ленинврап. Не знаю, что это такое. А, это какие-то... обмотки, что ли? Давайте посмотрим, что такое Ленинврап. Может быть это... Нет, наверное, в мелочах. Да. Не знаю, что это какой-то ингредиент, наверное, для чего-то. Да. Пока давайте аккуратненько. Да, здесь освещение, будь здоров. Так, что он там делает? Что? Я еще ничего не делал, а он умер. А, возможно, здесь ловушка какая-то. Друзья, наверное, здесь какая-то ловушка. Или загадка. Так, торч. Не знаю даже. А, все понятно. Все понятно. Отсюда лупит... Сверху стреляет по нам стрелами какая-то дрянь. Или болтами, даже не знаю, что там. Так. И здесь змеи, правильно? Опять вот Ленинврап. Так. Символ змеи. Ну, давайте сделаем, что здесь будет змея с этой стороны. Да, с этой стороны что у нас там? Какая-то вот эта вот птица. Да. Получится у нас. Да. Давайте попробуем, кстати, щитом закрыться. Что если я возьму щит? И, допустим, меч. Нет, все равно по нам стреляют. Причем какая-то она ядовитая, что ли? Фигня. Я понял, в чем загадка. Здесь, видимо... Тьфу, я же неправильно сделал. Подождите. Змея здесь. А это птица здесь. Вот. Правильно? Вот так вот. Да. И нужно, видимо... Здесь еще какая-то третья была, но она, видно, сломана. Да, голова вот отвалена. И я так думаю, что сейчас наверняка... Да, опять неправильно. Значит, нужно нам подбирать... Какой-то третий вариант. Ну, наверное, вот этот вот. Нет. Еще. Ну, правильно. Вот это, в принципе, подсказка может быть. Но мне казалось, она... Очевидная какая-то. Змея, да-да-да. Ну, что ж поделать. Две змеи, одна... Вот такая вот. Так, спуск вниз. Спуск вниз. Лесер Сулгем. Какой-то... Другоценный камень. Так, подождите. Если на паузе... Кто тут? А, вот откуда скиверт это. Или что это такое было? Причем, в любом случае... А, читай вор. Написано. Читать. Вор. Вор. Написал Рэйвен. Вором. В общем, какая-то... Очередное чтиво. Я так понимаю. Который погружает нас в мир Скайрима. Но... Я что-то не очень охота мне учитать. Переводить тут все. Опять скивер. А, тут много. Снизу шель ползут все. Да... Все равно как на них. Так, здесь у нас только этот остался, да? Выносливость только у нас страдает. Закроем кому вот эту вот штуку. Закроем. Да, конечно. Так, скролл фэрбл. Отлично. Легкий, а слабый яд. Это... Фролизующий яд, в общем. Так. Вот это что такое? Я, честно говоря, даже не могу понять. Но... Сравно. Посмотрим. Так. Верн. Так. По-моему, здесь кто-то есть. Кто-то зовет кого-то. Смотрим, что у скелета в карманах. У скелета особо-то ничего и нет. Кроме трехзлатых. Ничего. Продолжим движение. Тайников нету, ничего нету. Долго ждал, когда же надо будет рубить эти паутинки. Ай, Гегантский паук. Толп! Через его. Ну ладно. Я же понял, что делать с этим пауком. Давайте у него немножко постреляем для начала. Делай про меня. Стрельба из лука улучшилась, ну, я ж тебя почти добил А, это раненый фруктбайт спайдер Отлично, в манди было тебе, мой друг У меня только от тебя отлично повышается уровень мастерства стрельбы из лука Спасибо тебе, дорогой друг Есть Финальный выстрел Класс Так, я крут, я крут, я победил этого адского паука Так, что ты там делал? Так, ладно, потом облутаем, хотя кто знает Что тут будет, так Что себе там пропасть Посмотрим, что в пауке находится А, ну да, мои стрелы и яд Да сейчас отвяжу тебя Давай сначала полутать тут все хорошенечко Паучьи яйца Так Да понял уже Золото Паучьи яйца Кстати, а можно их Класс, они еще сделали даже, что она дрожит, эта стрела Какая втыкается Отмычка Золото Ну, в общем-то, по-моему, практически все Арвил да Свифт Да Где золотая лапа Да, золотая лапа Я знаю, как это работает Золотая лапа Золотая лапа Золотая лапа Я знаю, как они вместе Не постудились Стоит мне их se riduch Я покажу Ты верёшь В силу, что воспаля Мне показалось Оторвать Ну что, вот как Шла Чай Я могу чувствовать себя! Ты глупец. Почему я должен делиться сокровищами с кем-либо? Я знал! Ну вот так-то. А у них есть что-то внутри? Золото. Древний нордовский боевой топор. Ой, зря я его взял, конечно. Так. Да нет, я имел ввиду. Я имел ввиду. Отдай ему обратно. И не кулаками дерись уж, пожалуйста. Нет, вот так. Золото. Золотое украшение. Железный щит. Так. А, все-таки ты, придурок, погиб. Да я сначала этого обыщу. Так. Ага, взяли все. Значит, он все-таки пытался действительно сбежать от меня. Глупец. Давайте, пройдемся чуть назад. Посмотрим. Слушайте, вот тут вот можно этих лутать. А там вот я что-то нажал и не очень так. Скелет. Скелет. Это, кстати, катакомбы. Вот так вот хоронили в катакомбах. Под Парижем во Франции во время чумы мест не хватало. На кладбище просто клали тела. Наверняка там до сих пор еще где-то, может быть, чума какая-то есть в этих катакомбах. Хотя там экскурсии проводят в Париже. Это метод захоронения катакомб. Просто на полочку положить тело и все, пусть лежит. Что тут еще-то? Здесь, по-моему, было что-то там пробегали, да? Вот видите, какой-то драгоценный камень. Еще урна с золотом. Еще. Так, и пустая. Что еще? В погребальные урны. Так, вот этот какие-то... А, это знаете что? Это, наверное, может быть... Эмбалминг тул. Я так понимаю, это инструменты для вскрытия. То есть вот захоронения. А это, наверное, какие-то обмотки, в которых тоже там хоронили или что-то. Слушайте, я не знаю, нужны они мне эти обмотки или нет. Может быть, я зря их таскаю. Пустая. Жалко, что пустые тоже можно облутать. Ну ничего, вручок. Пока все идет. Ого. Я так понимаю, кнопка, которая... Слушайте, ну я не думал, что она меня достанет, конечно. Но это было больно. Это было больно, друзья. Будет осторожнее в следующий раз. Так, можно и... Тот свет, мне кажется, отправится легко. Ого. Ого. Дальней. Причем такая очевидная кнопка, я же ее видел. Я хотел именно проверить, что за кнопку, что она делает. В доспехах. А, здорово, вообще класс. Мумии. А, ну вот они поперли опять. Че ты смеешься-то? Да у меня есть лечение, друг. Я вот так беру и... О-о-о, я придумал, куда я их загоню. Вот сюда, давай. Так, минус один, отлично. Ай, женщина вообще. Все. Хорошо. Аметист, золото. Да, много чего тут есть, конечно, у них. Так, вот этого, по-моему, от мело нет. От этого. Отправила куда-то. Так, вот лук интересно. Сколько у меня-то лук. Хантинг-боу 8. А это что получается у него. Возьмем. Подождите, сейчас посмотрим, что это у нас за лук такой. Может быть он действительно круче, чем мой. Так. Ну, то правда он тяжелее. Я так понимаю, значит он скорее всего... Давайте вот так попробуем. Он наверное... А-а-а! Для него нужны стрелы. Вот эти. Родные его. Особые. В этом проблема. Кстати, а может быть он хорошо против этих действует. С другой стороны. Какие-то монеты, кстати, этой картинки. Они как и... А, ну точно вот этими тряпками. Это обмотки для... Как бинты. О, классика жанра. А-а-а. Маятник Фуко. Маятник Фуко. Ну да, классика жанра. Так, активировать цепь. А-а-а. Активировать что? Ага, понятно. Надо убрать эти маятники. Ну я думаю, вряд ли здесь мне, конечно, лук уж прям так понадобится. Давайте лучше возьмем уж тогда... Вот этот вот великий меч. Greatsword. Те. На землю тут надо посматривать, конечно, вниз. Чтоб особых там кнопок-то не было никаких. Ну вот как-то так. Костяной обед. Я так понимаю, что... Я просто... Размолол этих... Эти костяшки. Так, а тут-то что? Во дворе, да, что ли они? Тут размотались тряпки. Кстати, вот... Мне интересно, правильно ли я сражаюсь? Так, 19 у этого, кстати. У этого меча... У этого меча 12. Надо посмотреть, будет обязательно. Нет ли тут... Для меня чего-то интересного. Может быть этот меч лучше, чем... Вот этот мой. Так, что у нас тут? Вот этот вот, друг. Золото, боевой топор. А, мне сейчас должно и написать, собственно. Все, у меня, по-моему, перебор по весу. А где этот... А, я же взял этот великий меч. Да, у меня что-то... Грейтсур, 19, 18. Не, ну тогда мне он не нужен. Выкинем его, дропнем. Стрелы, так... Топор, лесоруба. Давайте все-таки, наверное, вот... Вот этот вот... Так, дрова эти тоже выкинем. Но потому что у меня уже просто места нет. Кожа... Тут, наверное, тоже надо все выкинуть. Не знаю, для чего она. Отмычки. Так, ну вроде... Пока неплохо. Движемся. Даже умудряемся с этими друзьями сразиться. Я, кстати, вот хотел сказать, что... Не совсем пока понял, как... Правильно сражаться, вообще вот оружие использовать. То есть, видите, там блоки как-то надо по уму ставить. А я, вроде как... Даже не совсем понимаю. Просто подставляю, а меня все равно пробивает. Хотелось бы... Как-то научиться. Ну вот, смотрите. Как его поколбасило. Слишком одинаково. Качество всего оружия. Вот это мне только одно. Вот здесь, я говорю, не нравится. Потому что ты же, например, Diablo, да? Там все-таки... От монстра к монстру все по-разному было. Так. Засол вот... Протисол. Гем. Очень много камней нашел. Не знаю. Так, вот. Видимо здесь... Вот эта решетка. Только я не пойму. Вниз течет она или... Или наверх. Оказалось прямо, что она куда-то наверх вытекает. Так. Вылезли в пещеру. О! Светящиеся грибы. Наверняка в этой пещере что-нибудь тоже сейчас будет. Встретит нас. Радужный прием. Зачем, интересно, светящиеся грибы нужно? Наверное, тоже какой-то рецепт. О! Ничего себе. Сундучок. Скрол. А, ну здесь пропасть. Ясно. Что? Внизу там кто-то есть. А, внизу он входит. Все ясно. Здесь значит сейчас будет тоже встреча с ними. Обойдем наверно вокруг. Ну вот уже идут. Вроде как понял. Немного надо, то есть прикрывать нужно оружие именно блоком. Тогда это работает. Видимо. Да я не хотел его брать. Угу. Слушай, у меня вот этот вот есть. Хорошенький. Кстати, а тела можно двигать? А, за пределы когда уходим, то пропадает. Тише. Прикол. Ладно, брать должен путь. Угрушится, нет? Так, дождите, здесь проход и там проход. Давайте посмотрим сюда. Ниже тоже может пойти. Посмотрим, что здесь. Так, не пойму. А, ну ладно. А, там уже друзья какие-то ждут нас. Но я бы сходил, я бы сходил все-таки вниз посмотрел. Может быть внизу будет какая-то какая-то история для нас, друзья. А, нет, здесь всего лишь навсего просто... А, нет, смотрите-ка, нашелся скелет во-первых с деньгами, а во-вторых неплохой сундучок как я погляжу. Нет, тут значит где-то. Ага. Ну что ж, кое-что взяли и все понятно. Значит здесь все-таки такой маршрут один. Встреча очередная у нас. Давайте попробуем заблокировать его. Так, низкое здоровье. Ну что ж, у нас есть в отличии от него возможность себе его восстанавливать. Или лучше. Так, успел, 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 успел. Ай-яй-яй-яй. Кошмар. Это отсюда, отсюда проходить заново. Вот я болван. Черт, я знаю все про тебя. Все знают про вас, про всех теперь. Друзья, ну, к сожалению, я не думал, что он меня с того удара все-таки убьет. Поэтому, что ж, придется опять идти в том направлении. Так, ладно. Теперь более-менее хоть знаем. Так, у меня ловил апта. А, у меня ловил ап. Во-первых, давайте здоровье, да. Может быть, у меня какую-то защиту сделать. Так, а где у нас защита-то? А где-то, все взяли. О-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Так, дожди. Ресторойшен, альтерейшн. где тоже хотел этих а вот этот кстати по моему позволяет нам улучшать оружие что такое restoration dual casting пауру вершин еще не дают мне наверно только новичок может и давать это destruction возьмем все я честно говоря разозлился немного потому что потому что у нас тут эта проблема возникла с тем что я облажался опять низкого меня здоровья что-то давайте тогда быстрее примем наверно напитки так а как использовать интересный яд так ладно опять мне этот взял что-то я там ошибки да нет мне вот это надо это выкинуть опять все просматривать да конечно в этом плане не очень грамотно этом сыграл но что делать наверное нужно было а кстати этих можно было тоже на пройти с помощью этой ловушки да почему бы нет собственно давайте всех проходить с помощью этой ловушки и будет даже плюсом все кто не пройдут тех мы все кто не пройдут тех мы а 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 ух ты дрянь да да давай давай на кнопочку спасибо так возьмем нами спасибо что помогаете мне разделываться с этими гнидами так только где 2 то на вот я завалил по моему гарнет да вот еще один куда-то улетел не знаю по он улетел когда вы долбанула может вообще стену вылетел на такое подозрение что ж друзья ну вот к сожалению я там облажал и получилось так что откатываться пришлось назад поэтому наверно не очень конечно забавно смотреть второй раз нахождение в этом месте я так полагаю что возможно учитывая такую ситуацию что действительно здесь можно легко так умереть я нам будут попадать не один раз и переделки вот но будем надеяться что не часто будет так происходить нормально так с этим вроде разобрались куда не хочет золото чем золото кстати а что если нам испытать вот этот лук этот их крутой лук так а он нас в этом находиться так ну чтож испытать ты испытал только сам получается попал неприятную ситуацию так вроде успел его до добить до того как он так ладно одного хотя бы грохнули 1 до этого я думаю мы сейчас все таки убьем так ну чтож получается что мы с вами и магию используем и и рубим неплохо но конечно наверное это не очень правильно использовать все эти навыки но все же быстрей 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 сейчас мы пройдем а вот тут еще один да я помню ну вот как то так вот все возьмем да быстрее уже это место жалко конечно не бегает еще наш друг но бегает вернее но как будто бы он не бегает череп какого-то а это я рептилоиды вот эти рептилии хотя тут могут быть какие-то секреты наверно и вот это все взяли возьмем на сих случаях светящиеся грибы может были нам пригодятся в будущем да так как минимум практически до того места дошли нужно сразу не целиться так двойной удар понятно давайте тогда остальным ничем наверное ну и все стоило дергаться железные щиты кстати по моему может быть они даже рандомные эти враги появляются впечатление что эту тетку я не видел прошлого раза был мужик чем с огромным этим топором вернее топором а не чем елки-палки сломал дурацкий все надо вот этого пройти обязательно потому что прошлый раз я его к сожалению запорол вот но в этот раз я надеюсь что удастся все же разобраться с ним знаете не факт не факт что удастся с ним так легко разобраться так напитки так напитки а нет смотрите все же вот этот вот великий меч спас меня в этот раз и я вроде как бы даже и а что я почти тогда дошел до выхода до кайда санкту ну что ж друзья я думаю на этом мы закончим эту серию потому что тут какая-то вот как раз происходит переход между локациями думаю это будет нормально да спасибо вам что были со мной это был скайрим с вами был григорий до новых встреч пока Продолжение следует...